Добрый день! Вы смотрите программу «Факты в лицах». Я, Александр Мешков. Нижне-Тагильская филармония в этом году отмечает юбилей 25 лет. И у нас в гостях главный дирижер Нижне-Тагильской филармонии Владимир Капкан. Владимир Иванович, здравствуйте! Добрый день! Начать хотелось бы беседу с того, как начинала свою работу филармония в Нижнем Тагиле. С чего все начиналось? Вообще, конечно, у филармонии удивительная история. И начиналась она не по воле случая. Да, конечно, тому всегда объективные причины есть. Потому что к моменту создания филармонии в городе уже была создана определенная музыкальная инфраструктура. Здесь у нас существовали музыкальные школы, существовало музыкальное училище, это нынешний колледж искусств, который подготовил немало профессиональных кадров. Но, естественно, была потребность и у музыкантов не только в педагогической, преподавательской деятельности, но и это, наверное, в генах заложено любого человека, который начинает заниматься музыкой. И потребность еще и к исполнительскому творчеству, да, и к исполнительскому искусству. И в этой связи это были отдельные только программы, отдельные выступления в рамках собственной инициативы самих музыкантов. Но системной какой-то организации в городе у нас не существовало. На то время не было какой-то объединяющей, так скажем, такой структуры, которая бы позволяла тагильчанам регулярно слушать музыкальные произведения, бывать на концертах. И, несмотря на то, что это были финансово, как, наверное, это почти всегда бывает, не самые благоприятные годы, сказать, очень сложные годы, 90-е годы, тем не менее, в городе нашлись люди, которые своей мудрой политикой, прозрливостью осознали необходимость создания подобной организации, создания филармонии. Это на то время глава города Нижний Тагил Николай Новомыч Диденко и начальник управления культуры города Лилия Павловна Парменова, которые откликнулись на инициативу музыкантов, и, собственно говоря, по их воле была создана организация. Начиналась она практически вот с чистого листа, в прямом смысле слова. Я говорю об этом ответственно, потому что не сочтительнее с кроном, но имея некое отношение к созданию филармонии, потому что был первым руководителем этой организации, проработал в этой должности порядка 10 лет. И, скажем, вся история филармонии, она развивалась на моих глазах, и сегодня отрадно видеть, что, пройдя вот такую дистанцию, филармония, которая просто начиналась чуть ли не с названия самой организации, сегодня выросла в серьезную концертную организацию, в которой немало творческих сил, немало исполнительских коллективов, и которая сегодня ведет активную концертную деятельность в нашем городе. Вот если заговорили о концертах, в этом году филармония поставила рекорд по их количеству. Сколько концертов дали? Ну, пожалуй, это на самом деле так, потому что такой активности, я скажу, вот за 25-летнюю историю филармонии я не помню. То есть в среднем у нас проходит только на основной площадке, это проспекте Ленина 31, где расположен зал филармонии. У нас в октябре вот сейчас прошло 10 программ, но если перемножить на те месяцы, которые работают в сезоне в течение года филармония, можно представить, что это свыше 60, ну порядка, наверное, 80 даже программ, скажу откровенно, мы не считали, потому что у нас существует календарь наших концертов, который у нас в этом сезоне сформирован до конца творческого сезона, включая май 2020 года. Сейчас мы уже активно занимаемся планированием следующего сезона, но помимо тех концертов, которые попали в календарь, у нас порой поступают очень заманчивые, интересные предложения, на которые мы откликаемся, и даже вот то количество, которое у нас указано в календаре, оно возрастает. Поэтому я думаю, мы в конце сезона сможем подвести итоги и сказать, но то, что это более 60 концертов только на основной площадке мы проводим, это уже факт. И это не считая программ, которые мы проводим еще в городе, концертов, которые мы проводим в городе, так называемые выездные, на площадках, в учебных заведениях, предприятиях города, самых разных организациях. И это количество фактически у нас выходит за 200 концертов, наверное, в сезоне, те, которые проводят собственными силами филармония. Это очень большая цифра, значимая, и не только для нашей филармонии, но, наверное, для многих концертных организаций. Расскажите подробнее о репертуаре филармонии. Вы знаете, мы постарались учесть, или стараемся даже, учесть самые разнообразные вкусы наших тагильчан, и не тех, кто является меломанами, да, и постоянно ходит в филармонию, а те, может быть, кто еще не подозревает о своем таком внутреннем ресурсе, но, тем не менее, дать им повод прийти в филармонию и попробовать на вкус вот то, что мы им предлагаем. Поэтому мы структурировали свою деятельность по самым разным жанрам, по самым разным направлениям. У нас есть концерты духовой музыки, симфонической, народной музыки. У нас появилась сейчас возможность проводить сольные концерты пианистов, которые в последние годы не могли посещать филармонию, в связи с тем, что у нас был не очень хороший инструмент, но сейчас, обладая таким шикарным роялем, мы снова вернулись к организации подобных концертов. Буквально у нас недавно в этом месяце прошел один из таких концертов. Приезжал к нам знаменитый, известный, молодой, юный музыкант Иван Бессонов. На концерте собрались немало почитателей фортепианного искусства, и надо сказать, концерт прошел с большим успехом, восторгом, и вызвал отклик не только у наших слушателей, но и с очень ярким впечатлением от встречи с нашими тагильчанами, с нашими слушателями, уехал сам исполнитель. Но помимо этого, конечно, у нас самые разные направления есть, и мы помимо жанров еще и обращаем внимание на определенные социальные категории. У нас есть те концерты, которые адресованы старшему поколению. Порой это связано с определенными ностальгическими впечатлениями, чувствами. И вот у нас предстоит буквально вскоре в ноябре пройдет у нас программа, посвященная 90-летию Александра Николаевны Пахмутовой, нашему известному великому композитору. И в ней прозвучат песни, которые, я думаю, близки старшему поколению, хотя известно и молодежь их любит. Есть специальные программы, адресованные и совсем юным нашим слушателям, которые еще только делают первые шаги в этой жизни и первые шаги в музыке. И мы им помогаем окунуться в мир музыки и пытаемся им предложить тоже вовлечь их в эту деятельность и предложить им специальные программы. Репортуар очень обширный, и при этом в филармонии работают три оркестра, правильно? Совершенно верно. Что это за оркестр? Ну, это оркестр с удивительной судьбой. Начать, наверное, было бы справедливо с оркестра «Тагилбенд», который сейчас носит название. Он был, пожалуй, самый старый, если можно так говорить об оркестре, потому что все они еще и не насчитывают их история 30 лет. Но он был первым создан в нашем городе как профессиональный коллектив. И вначале существовал как муниципальный духовой оркестр, возглавлял его заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Александрович Хомлев. Но в дальнейшем этот оркестр вошел в структуру филармонии, сейчас выступает как концертный оркестр нашей филармонии. Затем позднее эстафету возникновения вот таких творческих коллективов подхватил оркестр «Тагильские гармоники», который был создан незадолго до появления филармонии, и фактически стал первым исполнительским коллективом, который вошел в структуру новой концертной организации, которую мы отмечаем в этом году, в этом сезоне 25-летия. И совсем самый молодой коллектив – это оркестр Демидов Камерата, это камерный оркестр, который в минувшем сезоне отметил свое десятилетие. Это постоянно действующие творческие коллективы, они разные по численности, но имеют каждый свое амплуа, естественно, даже в названиях можно прочитать, если там оркестр «Гармоник», то исполняет, прежде всего, народную музыку, танцевальную музыку, оркестр «Тагилбен» – духовую музыку, оркестр Демидов Камерата – классические произведения, самых разных тоже жанров. Но помимо этого, хотел бы подчеркнуть, в филармонии есть еще и иной ресурс, во-первых, в структуре работают и солисты, вокалисты, поэтому у нас программы, они разнообразные, открывают широкие границы. Но иногда мы идем на определенные эксперименты, когда соединяем музыкантов из разных коллективов для реализации того или иного проекта, и в частности у нас каждый год проходят программы, выступает на сцене эстрадно-симфонический оркестр, которого, собственно говоря, как единицы номинальной в структуре филармонии нет, но за счет объединения мы можем предлагать и предлагаем нашим слушателям такие же программы, которые носят, может быть, более развлекательный характер. Если говорить о количестве оркестров, то три оркестра – это много, мало? Ну, если сравнивать с самыми разными концертными организациями, то, конечно, те концертные организации, которые имеют уже громадную историю, ну, это, скажем, возьмем для примера наших соседей, Свердловскую государственную филармонию, которую отметил свое 80-летие, это так для сравнения, в ее структуре есть симфонический оркестр, есть камерный оркестр, есть симфонический хор, но нет оркестра народных инструментов, нет духового оркестра, поэтому все филармонии, они различны, но вот если даже количественно считать по числу коллективов, то, конечно, мы, наверное, соответствуем определенным стандартам, вот, но это ведь связано количество коллективов не столько с объемом деятельности, да, самой филармонии, а с теми возможностями творческими, которые открываются у организации концертной, у филармонии, для показа тех или иных программ, потому что репертуар, он многогранен, и, допустим, одна музыка, она требует исполнения только струнной группой, да, другая требует большого количества участия, еще плюс к струнной группе, и духовых инструментов, и поэтому, вот, исходя из тех задач, из тех произведений, которые мы считаем актуальны и интересны могут быть публики, мы стараемся предложить ее, собственно говоря, и формируются, вот, составы, наверное, и формируется структура филармонии, поэтому в данном случае мы, конечно, в целом соответствуем, ну, так сказать, лучшим стандартом, наверное. Очень приятно слышать. И отдельно хочется поговорить про достопримечательности филармонии. Новый рояль вы уже опоминали, а не говорили мы про орган, который тоже отмечает в этом году своеобразный юбилей, пять лет на Уральской земле. А сколько всего лет этому органу? Ну, насколько мне известно, ему более ста лет, по-моему, 112 лет, вот, недавно вспоминали, но это действительно удивительная история, потому что долгое время, вот вы упомянули наше приобретение, которое нам преподнесли в дар, наш рояль Бихштейн, который сегодня дает возможность слушать замечательную фортепианную музыку в исполнении выдающихся музыкантов, но орган – это особый инструмент, его не случайно называют, там, королем инструментов, да, и самые разные эпитеты применяют к нему, но в нашей ситуации должен сказать, что приобретение подобного инструмента – это настолько затратная вещь, и поэтому, благодаря тому, что у нас вначале в городе появилась своя органистка, это наша исполнительница Нижетагильской филармонии, лауреат международных конкурсов, Наталья Воронина, которая изначально получила воспитание и образование как музыкант-пианист, она великолепная пианистка, в дальнейшем увлеклась органом и окончила Казанскую государственную консерваторию, здесь по классу органа, затем и аспирантуру этого же вуза, вот, и не имея возможности вот постоянно играть на духовом органе, каковым является вот тот орган, о котором мы говорим, при участии, содействии ее наставника, преподавателя Казанской консерватории, ректора этой консерватории, мы сумели получить в дар от норвежского города Драмен, от общины, тот орган, вот этот исторический орган, который они решили поменять на новый, более современный, но передали в дар нашему городу, и таким образом, собственно говоря, вот эта проблема для нас, да, исполнения органной музыки в городе была таким образом решена, поэтому, на мой взгляд, мы являемся обладателями уникального инструмента, и это не квасной патриотизм, это не наше собственное мнение, дело в том, что орган требует внимания и ухода, и мы периодически общаемся и с мастерами, и приглашаем для настройки органа, и у нас подобные мастера регулярно бывают, по единодушному мнению знатоков, то есть мастеров по ремонту, да и содержанию органа, они говорят, что наш орган является, пожалуй, лучшим по своим характеристикам, инструментам, я имею в виду тембральным характеристикам по своему звучанию, среди органов нашего региона, вот поверьте, даже опережая, наверное, и орган, и Екатеринбурга, и других городов, которые находятся вот здесь, вблизи, ну, находятся в уральском регионе, так скажем. Спасибо. Еще одна тема, которую хочется осветить в ходе нашей беседы, это просветительская работа филармонии, в частности, работа с детьми. Какая в этом направлении ведется деятельность? Ну, как известно, ряд детей посещает наши музыкальные школы, школы искусств нашего города, обучаясь на музыкальных инструментах. Кто-то посещает музыкальные коллективы, но если сопоставить число детей, которые в нашем городе обучаются в общих образовательных учреждениях, с теми, которые посещают специальные учебные заведения, то, конечно, эта доля недостаточно мала. И мы считаем, что нельзя при воспитании детей упустить их возможность приобщения и знакомства с музыкой, причем с лучшими образцами. Не просто то, что им предлагают сегодня средства массовой информации, в эфирах и так далее. Это тоже важно и интересно, но есть еще пласт музыки, которому просто неизвестен. И порой очень важно прокомментировать, рассказать детям, что же это за музыка. И в этой связи уже на протяжении вот тех же 25 лет филармония системно занимается просветительской деятельностью, которую мы проводим чаще всего в виде выездных программ. Ну, вернее, в первую очередь мы бываем в школах, где мы предлагаем целый цикл концертов беседов для детей, концертов бесед для детей, о музыке, где звучат музыкальные произведения и звучат в комментарии, вернее, рассказ музыковедов об особенностях этих произведений, об особенностях музыки, о особенностях создания этих музыкальных произведений, и вызывая не только эмоциональный отклик у детей, но и определенные, давая им определенные знания, которые могут выстроиться, мы стремимся, чтобы они выстраивались в определенную систему. Поэтому предлагаем чаще всего целые циклы таких концертов, ну, 4-5 концертов в год, и они из года в год меняются, содержание этих программ, и поэтому, посещая наши программы, дети могут сформировать для себя определенный уже комплекс знаний, музыкальных знаний, да, не говоря о том, что эмоционально они откликаются, ну, как любой ребенок, когда звучит музыка, да, у них это некие ассоциации вызывают. Они порой свои рисунки, в рисунках воплощают свои впечатления, нам передают эти рисунки, поэтому такая обоюдная совместная работа, которая, на мой взгляд, дает плоды, и в дальнейшем просто дети вырастают, они с пониманием, с определенным отношением к музыке, к самых разных жанров, от легкой до развлекательной до классической музыки, это их не пугает уже, они дальше на основе этого формируют собственные вкусы. Если коротко перечислить, что кроме лекториев еще проводится? У нас, как я уже говорил, самые разные направления, самые разные предложения адресованы нашим слушателям, и здесь мы рассматриваем, как тех, кто еще только делает первые шаги, вот я говорил о детях, говорил уже о старшем поколении, для тех, кто... У нас есть специальные программы для семейного посещения, это цикл концертов, уже третий сезон, который мы проводим, называем его «Музыкальная академия», где точно так же рассказывается о музыкальных произведениях, в исполнении оркестра звучит эта музыка, но предварительно идет подробный рассказ, подробный разбор, если хотите, вот этого произведения, иллюстрации, и в дальнейшем становится более легким восприятие этого произведения для слушателя. Мы предлагаем это и для детей школьного возраста, и для их родителей, то есть здесь уже мы не делим, но, естественно, мы ориентируемся не только на тех, кто еще не имеет опыта музыкального слушания, а те, кто уже не определяет сформированный музыкальный вкус, свои определенные потребности, и в этом сезоне мы впервые целый цикл включили в план филармонии концертов, которые предполагают уже звучание классических произведений, как мы называем, шедевров музыки. И вот одна из таких программ у нас ожидается буквально в конце ноября, мы ее назвали «Время первых», удивительно, нашли, еще не исполняя это произведение, но в соцсетях вдруг мы тоже следим, и наши коллеги очень хорошо и тепло отозвались, и с большим интересом высоко оценили саму структуру этой программы, потому что в программе будет звучать музыка разных эпох, начиная от симфонии Йозефа Гайдена и заканчивая, допустим, классической симфонией Прокофьева или Кончерта Гросса Шнитке, но все эти произведения под номером один, то есть это, собственно говоря, то, с чего начиналось творчество этих музыкантов. И очень любопытно в сравнении понять, как это происходило, допустим, в XVIII веке, в XIX, XX, то есть на протяжении вот этих вот трех веков, как развивалась музыка, как развивалась музыкальная мысль. Поэтому я считаю, что не стоит упускать нашим слушателям такую возможность, поскольку это первый опыт филармонии, и, конечно, от этого будет зависеть, насколько дальше мы от отклика слушателей стоит нам заниматься или продолжать исполнением подобных произведений, либо мы, может, будем менять свою репертуарную политику, но нам кажется, что этот опыт очень интересен. Это только один из примеров. И, разумеется, у нас такое количество программ, о чем мы с вами говорили в начале нашей встречи, что лучше внимательно посмотреть наши планы на сайте филармонии, это доступно всем нашим тагильчанам, да, выйти на сайт, выбрать для себя что-то привлекательное и не упустить возможность вовремя купить билет. Потому что уже распространенным явлением стало проведение аншлаговых концертов в филармонии, когда может появиться желание, но не будет места в зрительном зале для того, чтобы прийти на эту программу. Владимир Иванович, большое вам спасибо, что пришли сегодня к нам, рассказали о юбилее филармонии, о том, чем она живет. А я напоминаю, у нас в гостях был главный дирижер Нижне-Тагильской филармонии Владимир Капкан. Это была программа «Факты в лицах». До новых встреч на Тагил-ТВ. До свидания.